Фантастический уровень инвестиций. Несколько сотен новых рабочих мест, зарплаты больше 70 тысяч, дополнительные поступления в бюджет республики и наращивание объемов газификации региона. Что и говорить, начало строительства важнейшего для России газопровода Ухта-Торжук-2 событий историческое. Максим Васильев видел его своими глазами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовики открыты для диалога, тем более, что наша территория уже стала для них категорически важной. Будет построено около трех тысяч новых газопроводов, но ключевым проектом является проект Ухта-Торжук-2. Окончательное инвестиционное решение принято. Сегодня начинается масштабное строительство, которое пойдет строго по графику. И к концу 2019 года будут созданы мощности в полном объеме. Президент России Владимир Путин, который следил за происходящим в тот день в Ухте посредством видеосвязи, особо подчеркнул не только промышленную, но и социальную важность проекта. Новые рабочие места в пяти регионах, новые налоги в региональные бюджеты, новые возможности для инфраструктурного подъема вдоль всего маршрута. В общем, приставка мега для этого проекта самое то. Уважаемые друзья, коллеги, мы делаем серьезный шаг в развитии месторождения Ямала, в освоении месторождения Ямала и в развитии транспортной инфраструктуры, магистральной транспортной инфраструктуры. Начинайте! Владимир Ленц и Роман Кузнецов лучшие в своей профессии. Вовсе не удивительно, что права первой сварки стыка предоставлено именно им. Особая манера и техника сварки чешуйчатым швом позволит и спустя год идентифицировать автора. Белые маркеры, официальное визирование, уже почти традиционные дружеские объятия Сергея Гапликова и Алексея Миллера. Вот именно так обычно радуются успехам друг друга настоящие друзья. Автографы на трубе это не просто некая корпоративная реликвия. Как сказал президент страны, Ухта-Таржук-2 это проект многовекторный, это значит большой шаг в развитии всей газотранспортной системы страны. Масштабная работа, о которой говорил Владимир Путин, это собственно не только прокладка труб, но и плотная работа с регионами, главная из которых в этом проекте наш. Ближайшие газпромовские инвестиции в Коми сравнимы с ее трехлетним консолидированным бюджетом. 180 миллиардов рублей, цифры действительно впечатляют и для нынешнего руководителя региона принципиально важно было быть искренним в партнерских отношениях. Честность она всегда разрушает барьеры общения, поэтому заявление Сергея Гапликова о погашении до нового года долгов перед концерном запотребленное голубое топливо в газовой корпорации восприняли с большим энтузиазмом. Более того, в том, что слово нового руководителя региона не разнится с делом, представители естественной монополии уже убедились. Газпром очень трепетно относится к этому, абсолютно мы это поддерживаем, с тем, что придавая такое значение территории и вкладывая такие ресурсы, более того, участвуя так в социальном развитии, конечно, мы должны по-партнерски относиться и тем самым регулировать вопросы, как власть с возмещением, в том числе и потраченных средств Газпрома. И, конечно же, за оплату ресурсов это главная задача. И вторая задача, это, конечно, с точки зрения генеральной схемы мы планируем значительно увеличить потребление газа на территории республики, что тоже, в том числе, выгодно Газпрому, потому что инвестиции в это хозяйство уже, по сути дела, не будут омертвлены. Объемы, которые будут поставляться, фактически будут загружать, так сказать, полную эту систему, и тем самым объем газопоставляемый будет, в том числе, окупать соответствующие инвестиции газового концерта. Социальное обязательство Газпрома – новые рабочие места с более чем достойной заработной платой. Уже точно известно, к возведению 970-километровой магистрали привлекать будут в основном наши региональные строительные компании. Они сторонние. Люди, которые там работают, это наши с вами жители, жители республики, жители Ухты, Сыктывкары, Воркуты, Печоры. Соответственно, это покупательская способность, да, то есть это люди с уровнем зарплаты, средняя зарплата у нас выше 70 тысяч, то есть это достаточно достойный заработок, это новые возможности для наших с вами жителей. Кроме республика богата, все-таки и рабочими кадрами, и качественными подрядными организациями, которые уже на протяжении многих лет выполняют подряды разных крупных, так сказать, работодателей. И в этом плане, конечно, мы с уверенностью можем рассчитывать, что такие объемные стройки, в частности, как газопровод Ухты, Торжок-2, он будет в том числе, значит, и строиться за счет наших сил, сил, которые будут привлекаться с территории республики. Мы на этом, конечно, не просто настаиваем, но мы понимаем, насколько Газпром ответственно подходит к этому вопросу, и насколько мы с ним вместе будем этот вопрос решать. Вместе слово ключевое. Политическая опора на Газпром, такую штуку, вряд ли себе может сегодня позволить кто-либо из регионалов. Поэтому даже осторожные в своих оценках комментаторы о политическом потенциале Сергея Гапликова все больше говорят в превосходных тонах. Я не боюсь показаться неоригинальным, но пока я негативных отзывов в его адрес не слышал. Вот вчера он был в Сосногорске, в Ухте. Несмотря на то, что он может быть достаточно жестким, требовательным, может быть даже суровым при обсуждении каких-либо вопросов, но насколько я могу судить, эта критика всего стороны, вот эта жесткость, она считается не просто необходимым атрибутом руководителя такого ранга, но она, поскольку она носит конструктивный характер, она бывает даже необходимой. Не все политические ходы и решения Сергея Гапликова сегодня предсказуемы, но ставка на крупный бизнес сейчас кажется самой очевидной и наиболее прагматичной стратегией. При должном подходе это, как известно, еще и быстрый вывод экономики из пике. Задача для харизмы Сергея Гапликова вполне выполнима. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов об итогах одного корпоративного события с федеральным значением.